Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Посвящение в пешеходы. Сотрудники ГИБДД Магнитогорска готовят первоклассников к реалиям на дорогах города. Откройте ящик Пандоры. Региональный оператор по капитальным ремонтам сталкивается с нежеланием жильцов ремонтируемых домов давать доступ к трубам в квартирах. Тимбилдинг по Иремельски. Работники объединенной сервисной компании ММК закалили корпоративный дух на второй по высоте вершине Южного Урала. А сейчас об этих и других событиях более подробно. С начала этого года на дорогах Магнитогорска пострадало 33 ребенка. 26 из них попали в ДТП, будучи пешеходами. Причем 12 получили ранения из-за несоблюдения правил поведения на дороге, то есть по собственной неосторожности. Показатель более чем тревожный. Улучшить ситуацию может только профилактика. Именно с такой целью для первоклассников в общеобразовательной школе номер 54 сотрудники госавтоинспекции организовали акцию посвящения в пешеходах. На этот раз к себе в гости позвали ребят известные персонажи сказки Алексея Толстого. Синеволосая красавица Мальвина, храбрый Буратино и коварный кот Базилио. Все они попали в страну волшебных дорожных знаков, где встретили разметку и светофор, а также дорожную фею. Актеры старались во всем. Разыгрывали в стихах сценки из случающихся на дороге ситуаций, давали советы и на личном примере показывали, как необходимо поступать, чтобы не случилось беды. У детей появляется ответственность в результате этого и они уже понимают, что от того, как они будут соблюдать правила дорожного движения, зависит их жизнь. Ребята с завязанными глазами помогли Буратино собрать портфель в школу, построили из воздушных шаров аллею светофоров и даже перевоспитали вредного Базилио. После этого полицейские провели с первоклассниками профилактическую беседу, посвященную правилам безопасного поведения на дорогах. Особое внимание было уделено использованию светоотражающих элементов на одежде. В завершение урока ребята торжественно зачитали посвящение первоклассников-пешехода, после чего каждый получил звание пешехода, которое, несомненно, налагает на его обладателя ряд обязанностей, главные из которых – соблюдать правила дорожного движения. Нужно идти по пешеходному переходу, нельзя выбегать на дорогу. Когда переходишь на дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смотреть налево и направо. Станислав Юрин, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. В Магнитогорске в рамках заседания Неврологического общества Челябинской области прошло рабочее совещание, посвященное проблемам нарушения мозгового кровообращения, в первую очередь инсультом. Участниками этого медицинского форума стали неврологи, терапевты, кардиологи со всей Челябинской области. Острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты стойко занимают вторую позицию в числе основных причин смертности среди россиян. Согласно общероссийской статистике, в нашей стране проживает около миллиона больных инсультом. Только в Челябинской области ежегодно регистрируется по 10 тысяч новых случаев инсульта. В целом по стране цифры просто устрашающие. 400-450 тысяч новых случаев инсультов случается в год. Из них четвертая, третья часть в различных субъектах – это повторные инсульты, а это вторичная профилактика, которая у нас не на высоком уровне. Летальность высока. До половины больных умирает к концу года, 35% на протяжении острого периода инсульта. Трудово возвращается 12-20% больных. Государством перед медиками поставлена глобальная задача – максимально снижать показатели смертности россиян от инсультов. На рабочем совещании доктора обсуждали методы профилактики и организации помощи пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Палки в колеса в этой работе, как это ни печально, порой ставят сами пациенты. Люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, игнорируют рекомендации врачей по приему жизненно важных для них лекарств. Пациенты с первыми признаками инсульта не спешат вызывать скорую помощь, при том, что лечение инсульта эффективно лишь в первые часы после начала заболевания. К другим темам. В Магнитогорске продолжаются капитальные ремонты жилой застройки в соответствии с региональной программой капремонтов многоквартирных домов. Сегодня наша съемочная группа побывала в одном из почти отремонтированных домов по адресу улицы Чапаева, 4. Казалось бы, капремонт старого дома – дело полезное, нужное и, учитывая возраст здания, долгожданное. Вот парадокс. Не все жильцы рады обновлению. Подробности в следующем сюжете. Работы по модернизации системы теплоснабжения в доме номер 4 по улице Чапаева начались два месяца назад. И сегодня эта система полностью смонтирована. Осталось совсем немного покрасить радиаторы и трубы, а также заделать технологические отверстия. Этот дом не видел ремонта теплосетей несколько десятков лет. И жильцам бы радоваться, что их трехэтажка уже попала в программу капремонтов, а нет. Страшные трубы они давно спрятали за красивыми панелями и забили гвоздями. И открывать этот ящик Пандоры наотрез отказываются. У некоторых просто люди берут и зашивают все стояки в коробах все это. У некоторых там пластиком все зашито. Не хотят люди ни разбирать, ни что делать в этом духе. То есть спрашивают вопрос, кто будет нам это восстанавливать. По идее должен быть доступ к этому имуществу. Люди не должны зашивать это. Это должно быть в открытом доступе. Между тем, грамотному человеку должно быть понятно, что выгода от капитального ремонта теплосетей всего дома перевесит в неудобство от необходимости нарушать самовольно возведенные пластиковые ограждения для обеспечения доступа к трубам в квартирах. Не будут утечек даже элементарно по чердаку. То есть мало ли что там может начать топить человека там сверху, который живет там. Влажность в подвал уже не будет, сырости никакой не будет. Никаких утечек, то есть сырость уйдет, плесень соответственно уйдет. Все будет нормально. Ситуация, когда жильцы сами не могут между собой договориться и признать важность капитального ремонта, возможно, не слишком приятные последствия. Дом трехэтажный у нас идет. То есть собственник с третьего этажа хочет поменять стояк, а с первого, со второго отказываются. А что там в перекрытии, естественно, когда только вскрывают, можно увидеть. И бывают ситуации, что свищи появляются. В 2016 году компания региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах планирует поменять систему теплоснабжения в 19 многоквартирных домах Магнитогорска. Для этих целей выделены 12,5 миллионов рублей. 12 из этих 19 домов уже готовы к сдаче. Конкретно на ремонт дома номер 4 по улице Чапаева было выделено 888 тысяч рублей. Всего уже в 2016 году по программе капитальных ремонтов планируется привести в порядок более 50 многоквартирных домов в Магнитогорске. Татьяна Зайцева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВМ. Продолжаются в Магнитогорске и ремонты дорог. На этой неделе техника пришла сразу на 9 улиц. Среди них Складская, 25 лет Октября, участок улицы Столиваров между проспектами Ленина и Маркса, Холмогорская и Шишки. Над Магнитогорском вновь установилась хорошая погода. И на дороге вновь вышла ремонтная техника. Дожди несколько подпортили графики. И сейчас надо наверстать упущенное. На данный момент в разных частях Магнитогорска идет подготовка к укладке асфальта. В частности, на улице Николая Шишки. Фреза снимает верхний слой старого полотна. Как и в прошлом году, он не выбрасывается, а уходит на отсыпку поселковых дорог. Срезают слой примерно в 10 сантиметров. Лишь после того, как территория зачищена и старый асфальт полностью снят, можно будет переходить к следующему этапу работы. Планируем начать асфальтирование в пятницу, то есть завтра, если погодные условия позволят. Протяженность участка, на котором ведется ремонт, 350 метров. В течение пары недель здесь будет подготовлена основа под дорогу и уложен асфальт. На этом работы завершатся. В городе делается очередной шаг, чтобы Магнитогорск стал чище. Сейчас в некоторых дворах устанавливаются новые контейнеры углубленного типа для сбора разного вида мусора. Они значительно экономят место и гораздо экологичнее привычных железных баков для мусора, рассказывает Павел Берсини. На контейнеры старого типа давно уже жалуются многие. Причина там узловония и разлетающийся повсюду мусор. Решить эти проблемы и позволил закуп контейнеров заглубленного типа. В свое время их установили в городе в качестве эксперимента. Они появились на въездах в Магнитогорск и отлично зарекомендовали себя у заботящихся о чистоте магнитогорцах. Контейнеры были установлены по территории Ленинского, Правобережного и Орджоникидзевского районов. В основном на месте уже существующих площадок для сбора отходов. Удачный эксперимент решено было продолжить. По программе «Реальные дела», которая была принята правительством области и поддержана законодательным собранием региона, недавно для жителей Левобережья были закуплены и установлены еще три таких контейнера. Стоимость каждого из них – 150 тысяч рублей. Выгрузка мусора происходит по мере накопления его, то есть по заявочкам спецавтохозяйства вывозят у них специальная машина, то есть купленная для заглубленных контейнеров, и они его раз в неделю вывозят. Подобные контейнеры давно используются за границей и приносят большую пользу. Практика показала, что и в Магнитке их популярность достаточно высока. Заглубленные контейнеры занимают гораздо меньше места. Их объем равен 5-6 стандартным, около 5 кубометров. Отлично вписываются в городской ландшафт. Закрытая конструкция не дает разлететься мусору в ветреный день и препятствует проникновению внутрь животных и асоциальных личностей, вылавливающих добычу в мусорных баках. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Скоординировать действия по борьбе с теневыми зарплатами и нелегальным трудоустройством была призвана видеоконференция, которую провели областные налоговики со своими коллегами на местах. В числе мероприятий по устранению так называемой неформальной занятости проведение межведомственных комиссий, на которых предприниматели знакомят с налоговыми нововведениями и ответственностью за нарушение той или иной налоговой нормы. В мероприятиях, также говорили на конференции, принимают участие представители городской администрации, трудоинспекции и других контролирующих органов. В ходе встреч с предпринимателями последним в доступной форме объясняют необходимости и целесообразность легализации доходов, вывода фонда заработной платы из тени, грамотного трудоустройства подчиненных. Комплекс реализованных мероприятий позволил говорить о существенных результатах, достигнутых магнитогорскими налоговиками в этой области. В ходе 2016 года таких комиссий у нас проведено 232. Приглашены были 232 организации на такие комиссии, а также индивидуальные предприниматели. Результатом которых стало официальное трудоустройство 1577 человек. Также ощутимый результат приносят рейды, которые налоговые службы совместно с полицией проводят на городских рынках, ярмарках и торговых центрах. Единовременные выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей, о которых было заявлено на высшем государственном уровне, произойдут в январе 2017 года и не потребуют от представителей старшего поколения никаких движений. Выплаты коснутся всех и работающих, и неработающих пенсионеров. Не нужно собирать никаких справок и не нужно ходить по инстанциям. Об этом еще раз напомнила горожанам руководитель Магнитогорского отделения Пенсионного фонда России Любовь Штейн. Также Любовь Штейн напомнила, что из-за этих выплат будет отменена октябрьская индексация, о чем, впрочем, большинство пенсионеров знает. Обусловлено это прежде всего сложной экономической ситуацией, но будет компенсировано следующим образом. В январе 2017 года наши пенсионеры получат единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Те пенсионеры, которые получают пенсию в банках, получат эту выплату, а те, кто на почте, получат также на почте. Приходить в пенсионный фонд не нужно за этими денежными средствами, что все пенсионеры на учете состоят, каждый получит эти деньги. О новостях спорта через несколько секунд. Очарованные и ремелем, и закаленные корпоративно вернулись с восхождения на легендарную вершину сотрудники объединенной сервисной компании ММК. Отныне флаг предприятия гордо реет над вершиной. 14 отважных смельчаков до сих пор вспоминают на зависти стальным работникам, как мероприятие превратилось в настоящее приключение. Не успели просохнуть сапоги, а участники экспедиции уже планируют следующее восхождение. Игорь Гурьянов продолжит. Иремель – одна из ревнейших в мире горных систем и капризен, как любой старик. Неважная погода здесь скорее норма, чем исключение. Испытания человека на прочность и ремельскими нагрузками – конечно, щадящий режим для профессионалов, скажем прямо, не Гималайи, но для офисного сотрудника, да и вообще городского жителя вполне себе экстремально. Мобилизует, как говорится, внутренние резервы и скрытые возможности. Собственно, для этого испытания себя на прочность и облюбовали гору, как гласит легенда, древние батыры, собиравшиеся здесь перед решающей схваткой. Да и сегодня любому нормальному человеку восхождение на ремель – это гораздо больше, чем пешеподъем на возвышенность, состоящую из гигантских валунов. Сплотиться – такую цель преследовали и сотрудники ОСК. Отличное впечатление. Все у нас, в принципе, получилось. Сформировалась команда. То есть люди из разных цехов почувствовали себя не единым целым, друг другу помогали. Снег, дождь, то есть, соответственно, метель на горе, то есть все эти трудности, километраж, соответственно, стертые ноги. Все это как раз-таки позволяет испытать себя в первую очередь, стать коллективом. Не обошлось и без странностей, на которые падок старик гора. Так, экипированные по-осеннему группа туристов из ОСК только на первых порах радовались первому снегу, пока тот быстренько не превратился в секущую поземку. Как только подошли к горе, пошел снег. То есть исключительно, вот как вся группа собралась на точке перед восхождением по камням, пошел снег, соответственно, на горе еще добавился ветер. И так нам, в принципе, ремель-то и не показался. Из 14 отважных было три дамы. Оксана, как и любая женщина, по-особенному чувствующая прекрасное, до сих пор под чарами. Великолепных осенних пейзажей, которые открывает ремель-путнику, словно в награду за долгий и нелегкий путь. Просто неизгладимые впечатления. Кругом мох, папоротник, все желтые, красные, рябина. Замечательно, все красиво. Хотелось не отставать от мужчин, порой они нас брали просто в подмогу, помогали, тащили в гору. Конечно, восходители сегодня герои ловят на себе завистливые взгляды коллег. Но уже планируется второй трек по тому же маршруту, чтобы не только эти 14 поняли. И ремель-гора очень непростая. Иначе, как объяснить, двое суток на ветру, дожде и морозе, в сырой неприветливой тайге, на скользких курумниках и в сугробах. А счастлив и, как водится, немного завидуешь тем, у кого вершина еще впереди. Игорь Гурьянов, Рокодий Стариков, телекомпания ТВИН. На Ленина, 47, в Центре правовой информации Библиотека Крашенинникова с 10 до 12 и с 15 до 18 часов. Справки по телефону 22-91-91 и 23-24-73. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-deficin.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 23 сентября. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 23 сентября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром туман, ветер восточный с переходом на северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду, отдельные порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, днем от 16 до 20 градусов тепла. В течение дня прогнозируется высокое атмосферное давление 733-734 миллиметра ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok